всем привет рада вас снова видеть на моем канале захотеть похудеть девчоночки сегодня снимаю совсем коротенький сюжет отвечу на ваши вопросы почитала комментарии неделю видео нет лиля все ли в порядке девочки все в порядке все хорошо я немного приболела и сейчас уже все в порядке ничего серьезного обычный вирус ну как это бывает весной и осенью плюс у мамы была операция так что времени на youtube совершенно не осталось итак вопросы которые за этот период пришли конечно сейчас у меня не получится сразу ответить на все поскольку снимаю спонтанно без моего любимого блокнота куда я обычно все выписываю первое очень много сейчас идет комментариев я вижу стал и даже по статистике по просмотрам смотрят видео про щитовидку про гипотариоз про похудение при таком диагнозе и отвечу сейчас в начале на эти вопросы и потом по детоксу тоже пришло очень много вопросов и так спрашиваете относится ли симптом потливости к диагнозу связанным с проблемами со щитовидной железой в особенности гипотариозу у меня как было и потому что я вижу что другие пишут что у меня он пожизненно я принимаю дополнительно гормоны щитовидка не удалена но никакой потливости как бы усталость есть там но другие симптомы перечисляют а потливости нет у меня я даже могу не сдавая анализы понять что гормон повышается то есть получается что у тебя гипотариоз и когда у меня вот лицо как испаренной покрывается и потеет сзади волосы где он затылок вот здесь вот все мокрое сдаю анализы вот пожалуйста так что видимо у кого как проявляется но есть очень много информации где вот это такая вот потливость лицо голова волосы тело именно связано с гипотариозом потом тоже вопросы вернее как не вопросы это даже утверждение что не нужно верить никому и мне в том числе что похудеть при удаленной щитовидной железы при опять же гипотариозе невозможно что это неправда здесь я тоже не соглашусь поскольку не только я но и другие в том числе мои зрители подписчики которые имеют очень прекрасный результат даже лучше чем у меня поскольку кто-то был полнее чем я девчонки вот пишут что и 120 килограмм весело после операции и удалось похудеть конечно это не за месяц не за два не за полгода кто-то год худел кто-то два года худел но если есть желание добиться похудения возможно по поводу питания диеты как я уже неоднократно говорила нужно смотреть по своему организму один худеет на протеинах другой худеет на овощах поэтому если тебе подходит вот эта диета значит придерживайся такого питания спорт опять же приветствуется так что девочки не надо утверждать если у тебя вот конкретно у тебя не получилось то так ты и пиши что вот у меня не получается но не надо обобщать всех переписывались в комментариях с зрительницей и она написала что не может быть такого диагноза гипотериоз когда удалена щитовидка очень даже может вас особенно в первое время после операции поскольку в первое время подбирается дозировка гормона и она может быть или выше или ниже если гормона сверх достаточно тогда может развиться гипотериоз то есть будет совсем маленькая вот это вот цифра в анализах которые там недостаточно и получается что человек наоборот и тахикардия и вот такое вот перевозбужденное состояние если гормона недостаточно то есть недостаток не переизбыток а недостаток то развивается гипотериоз поэтому мы и сдаем постоянно анализы поскольку гормон мы принимаем искусственно то есть железы же нет и она не может никак его вырабатывать и соответственно должно пройти какое-то время когда дозировка будет идеальной для пациента и когда уже будет все более менее нормально чтобы организму функционировал но такой диагноз как и тот как этот может быть ну и по детоксу для чего он нужен необходимо ли перед диетой проходить детокс программу и какие результаты в похудении если ты пройдешь детокс перед диетой есть специальные программы которые проходят можно обратиться в центр по коррекции веса можно обратиться к диетологу который вам там назначит определенный тип питания для чего это можно сделать самому для чего это необходимо когда мы набираем лишний вес соответственно жир откладывается не только вот внешний который вот видимый но он еще откладывается и внутренний у нас есть жир висцеральный опять же когда длительное время человеку не удается похудеть это говорит о том что нужно почистить органы пищеварения нужно освободить от всяких вот тех вот гадости которые у нас содержатся в печени нужно почистить кишечник я категорически против любых слабительных любых химических препаратов клизма и так далее и тому подобное детоксу помогает очень хорошо ванны как солью так и с содой мы недавно о них говорили вот вы даже заметьте если вот кто имеет возможность ездить на море или живет на побережье если вы длительное время находитесь ну как длительное время ты там не просто там зашел водичку ножки помочил и вышел а хотя бы там минут 20 ты плаваешь в море потом выходишь потом снова плаваешь после отпуска насколько лучше работает перистальтика это что и соленая вода соленая ванна они помогают открывать поры они выводят токсины и таким образом организм очищается затем питание питание на детоксе должно быть легкая никакой жареной пищи никакой копченой пищи желательно нежелательно необходимо исключить протеины поскольку когда они перерабатываются в любом случае в организме остаются токсины а при детоксе а эти токсины нужно выводить никакого черного чая никакого кофе ничего что способствует задержки каких-то ненужных нам веществ в организме вот это все необходимо исключить питание должно быть дробная легкая пища которая легко переваривается это пилированные супы это смузи это какие-то легкие овощные салаты которые опять же исключить те продукты которые вызывают вздутие живота кто-то вот но яблоки не переносит у кого-то фасоль простите не переваривается так как нужно и сами понимаете что после этого будет как бы вот такие продукты их необходимо исключить необходимо пить много воды чтобы почистить почки чтобы вывести все что нам не нужно и конечно же когда твой организм а чистый когда кишечник все процессы проходят так как они должны быть когда печень отдохнула когда у тебя уже все хорошо соответственно и процесс похудения будет идти быстрее поскольку органы в хорошем состоянии они лучше работают вот взять хотя бы нот вы сдаете автомобиль на техосмотр там что-то нашли механик почистил все поделал и машинка ездит так что не придерешься как часто нужно проводить детокс очищение организма все это зависит от состояния самого организма и опять же если процесс похудения идет хорошо ты себя хорошо чувствуешь нет высыпаний на лице опять же это говорит о том что в организме что-то не так потому что наша кожа это все все что там у нас какие-то процессы не происходят они все появляются вот ногти волосы кожа прыщи ломкость ногтей ломкость волос и так далее когда все хорошо все в порядке два раза в год вполне достаточно это даже нужно делать не только тем кто хочет похудеть но и тем кто хочет чтобы его организм был в хорошем здоровом состоянии как бы только для поддержания здоровья не не именно для потери веса но и для хорошего самочувствия все девочки на сегодня я заканчиваю надеюсь что в ближайшие дни да не надеюсь обязательно перепишу все ваши вопросы темы которые вы просили обсудить не на какие темы поговорить все это сделаю запишу видео и она выйдет на канале ну а сейчас желаю всем прекрасного настроения здоровья конечно же эффективного похудения мирного неба и до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok